Музей Человека, филиал Парижского музея естествознания, посвященный антропологии, расположен он в фешенебельном 16 округе Парижа, в одном из павильонов Дворца Шайо. В течение шести лет в музее шли реставрационные работы. В эти дни он открывает свои двери для посетителей. Это не новая история человечества, это история человечества, заново осмысленная, дающая иные перспективы, выдвигающие иные гипотезы. Директор музея Эвелин Эйр отмечает, что новая концепция основывается на старых вопросах. Кто мы и откуда мы? Мы часть животного мира, мы биологические существа, это первое, это аксиома. Второе, как мы оказались в этом мире, откуда мы пришли, зачем, почему? И третий вопрос, а зачем вообще нужно человечество, какая от него польза? Имя Хомо Сапиенса не обязательно Рене Декарт. Убеждены кураторы, это еще и тот, кто жил в пещере, но тот, кто создавал фрески, ставшие сегодня одним из сокровищ человеческого разума. Понимание человека как венцотворение пришло с традиции гуманизма, принесенной в мир главным образом во времена века просвещения. Сегодня человечество стоит перед сложнейшими вопросами бытия, а того, как оно на них ответит, зависит, как мне кажется, в очень большей степени его будущее. Мы песчинка в развитии цивилизации, нам очень мало лет, если рассматривать наше существование в историческом масштабе, и нужно отдавать себе отчет, что сегодня на весах лежит будущее. Сметная стоимость работ составила почти 100 миллионов евро. Это первая масштабная реставрация музея, который был открыт в 1938 году.